МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И Татьяна Глазко, уролог-контролок, Центра эндокринного здоровья и репродукции «Примавера». Здравствуйте, Татьяна Александровна. Очень рада видеть вас у нас в студии. И первый вопрос, наверное, все-таки о том, что же такое бесплодие, и как будет верно сказать, бесплодный брак или бесплодие в паре? Попробую начать. На этот вопрос достаточно непростой. Конечно, мы говорим о бесплодии в паре в любой ситуации. Если предстоит достаточно определенный период времени, чтобы разобраться в причинах, тем не менее мы занимаемся только супружеской парой, которая столкнулась с проблемами. И это, наверное, стоит обсуждать, поскольку с нами Татьяна Александровна, она занимается проблемами мужчин, которые столкнулись также в паре с проблемой бесплодия. Но только вместе можно решить и быстрее понять причины, и вместе с ними бороться, что ли. Поэтому решаемые вещи на сегодняшний день в современном мире все. Может быть, чуть-чуть статистики о том, с чем мы сейчас сталкиваемся. Конечно, если говорить в мире этой проблемой, озабочен весь мир, 15% пар сталкивается с проблемами бесплодия. По России такая статистика есть. Это статистика 17%. Условно всемирная организация цифру 15% считает критической. Все, что выше этих 15% — это уже угроза демографии. То есть это для нас большой процент. В России 17% — достаточно высокая цифра. И, конечно, всегда стоят вопросы перед врачом. Не только узнать те причины, связанные только со здоровьем непосредственно женщины или мужчины, но вообще задуматься, озадачиться этой проблемой. Почему так? Почему так происходит? И, конечно, есть самые эффективные на сегодняшний день, как все считают, методы, которые действительно наука нам преподнесла. Мы многому научились за эти практически 30 лет существования вспомогательных репродуктивных технологий. Тем не менее, причин осталось много. И в связи с этим встает вопрос, почему популяционно так происходит? Конечно, если говорить о государственных таких вещах, на которые мы, с одной стороны, можем повлиять, с другой стороны, нет. Например, традиции, культура страны. Что здесь можно подразумевать в плане преодоления факторов бесплодия? И почему в России этот процент выше уже, чем в мировой популяции? Традиции в том, что, конечно, в самый ранний репродуктивный период в некоторых странах Азии рождаются дети. У нас возникла такая формулировка, с которой я всегда не согласна. Отсроченная беременность. Это уже такой формуляр в медицинском обороте слов. И действительно, мы это видим, что происходит. То есть рожают сегодня позже, правильно? Когда женщина откладывает дату, вообще время рождения от раннего репродуктивного возраста, среднего репродуктивного возраста, она сейчас имеет доступ информационный практически везде, и она видит, что да, и в 35, и в 45, и в 50 можно рожать детей. Вот это такое заблуждение, которое ее заставляет делать все. На сегодняшний день в жизни много интересного всего, в том числе и карьера, безусловно. Но отсроченная беременность мы сталкиваемся все чаще и чаще. Поэтому на первом месте культура в виде традиций. Если мы на сегодняшний день не поменяем эти традиции, не вспомним, скажем так, наши традиции на Руси, когда возраст, самый благоприятный для рождения ребенка, был 21 год. 20-21 год. Такие беременные встречаются сейчас крайне редко. И мы это видим. И приходят с проблемами, в том числе и в данной ситуации бесплодие, пары в разном периоде жизни, но чаще, конечно, после 30-35. Если говорить о таких глобальных проблемах, это, конечно же, условия жизни. Почему, собственно говоря, иногда условия жизни, мы сейчас не будем о всех говорить, о условиях, о питании и так далее. Мы будем говорить о том, что каждый считает социальным достатком. И вот пары хотят достигнуть этого социального достатка, упускают время самое активное, репродуктивное. И, собственно говоря, попадают в заложники того, что природой, по большому счету, предназначено и предсказано. По большому счету, что есть определенные сложности в определенном периоде жизни, после 35-37 лет у женщины защищать ребенка. Об этом, я думаю, что мы упомянем обязательно, сославшись на те методы, которые сейчас дали нам это понимание о качестве циклета, о качестве сперматозоидов и о таких глобальных еще моментах, хотелось бы сказать, о экологии. Экологическая обстановка, она изменилась. И мы все это понимаем. И не случайно мы, каждый раз, встречаясь с вами, с различными средствами массовой информации, говорим уже пресловутую фразу, такой диагноз. Он, с одной стороны, шуточный, с другой стороны, далеко не шуточный. Горожанин. Поэтому крайне сложно сейчас горожанину, и если говорить это будущая мама или будущий отец, повлиять на ту экологию, где они оказались, смотря какой это город. Ну и, конечно, политика государства, безусловно, со всеми привилегиями для рождения ребенка, для пособий, для сопровождения и так далее. Поэтому вот такая причина. Причин достаточно, вот их, если взять глобальные, вот они примерно такие. Цифры по Приморскому краю достоверные. Ну вот отсутствуют, но, тем не менее, мы можем сказать, что не менее 17% и по Приморскому краю с этой проблемой сталкиваются пары. И опять же, это много. Много. К слову, мы сейчас говорили о проблемах в основном женских, да, но я так понимаю, что не всегда далеко виновата, скажем так, ну не виновата, это будет неверно сказать, а причина в женщине, да. Есть причины и проблемы у мужчин, с которыми сегодня вы сталкиваетесь, я так полагаю. И в чем, собственно, они заключаются? Что нельзя, не стоит делать мужчине, если он хочет здорового ребенка? Вы абсолютно правильно сказали, что у нас ответственность за наступление беременности в нашей стране традиционно возложена на женщину, с чем нельзя согласиться категорически, потому что действительно надо заниматься парой. И даже если какой-то фактор бесплодия очевиден, допустим, у женщины, это не значит, что у мужчины его нет, просто он не так заметен. И недаром получается, что у нас 25% бесплодия по статистике ВОЗ, оно сочетанное, то есть там есть и мужской, и женский фактор. И если пара бесплодна, надо этот мужской фактор искать, искать где-то активно, даже если на первый взгляд мужчина абсолютно здоров. Это первый момент. А 15% бесплодных браков, они с невыясненной причиной, где оба партнера практически здоровы, у них нет никаких препятствий для наступления беременности и деторождения. Но тем не менее, эту проблему не могут найти. Поэтому мужчинам, и хотя у мужчин, да, они способны стать отцами практически до глубокой старости, и действительно идет та же проблема, что и у женщин, отсроченная беременность, мужчины поздно женятся, поздно задумываются о деторождении, они строят карьеру, они удовлетворяют какие-то свои амбиции. Но тем не менее, тот же ВОЗ не зря определил формулировку поздний отцовский возраст. Поздний отцовский возраст у нас начинается с 45 лет. То есть, хотя выработка сперматозоидов идет, но после этого возраста очень достоверно снижается качество сперматозоидов. Вплоть до того, что этот сперматозоид не может оплодотворить яйцеклетку. Поэтому вот об этом мужчинам надо задуматься. И если у мужчины есть какие-то заболевания, если у него есть вредные привычки, если у него есть ожирения, заболевания, которые снижают его репродуктивную детородную функцию, то этот возраст наступает гораздо раньше. И у нас с такой проблемой уже есть 30-летние мужчины и 28-летние. То есть, мужчинам тоже не стоит расслабляться и возлагать всю долю ответственности на женщину. Совершенно не стоит. Даже если он себя прекрасно чувствует и считает здоровым. Какие еще причины сегодня виной тому, что есть проблемы с репродуктивной функцией как у мужчин, так и у женщин? Ну, если говорить о причинах, будем ссылаться на доказанные. Такие причины, которые установила Всемирная организация здравоохранения по классификации бесплодия. 23 причины женских, 16 мужских. Ну, согласитесь, можно очень большой путь проделать, чтобы найти и расставить приоритеты. Какая же из причин является действительно в паре вот той ведущей? Для этого нужно обладать знаниями. На сегодняшний день врач-гинеколог-эндокринолог, врач-уролог-андролог, он должен заниматься репродуктологией, репродуктивной медицины. Репродуктолог есть такая специальность, а как правило, она звучит в центрах только ЭКО, но тем не менее, до ЭКО очень многое можно еще решить, и главное, если только этот метод должен быть выбран, к нему нужно однозначно подготовиться. Если говорить о процентах, ну, также Всемирная организация здравоохранения, 30% женского фактора, 30% мужского, ну, и вот те сочетанные как бы факторы, 25%, когда мы говорим о сочетанных факторах бесплодия, ну, и те 15, ну, на языке медицинском, это идиопатические причины, неясные, скажем так, причины. Здесь много возле них мифов различных. У женщин есть такая причина, очень легко устранимая, называется это психосоматическая причина. Когда женщина бесперестанно думает о том, что в социуме ее не принимают открыто, ну, как бы так, не открыто, но она это чувствует, она чувствует себя в какой-то степени неполноценной. И это такая мысль с ней постоянно, хотя она об этом не говорит, порой даже и своим близким, и она с этой мыслью постоянно думает о том, что нужно родить ребенка. Ну, вот такая вот нужность в этом вопросе, к сожалению, меняет регуляцию вообще всей эндокринной системы женской. И масса таких причин легких, да, с одной стороны, а с другой стороны не очень, потому что если врач поймет, что именно эта причина является ведущей, он именно эту причину и подскажет, как легко устранить женщине. Ну, тем не менее, мы видим в практике часто такие ситуации, они часто обсуждаются, что женщина вдруг долгий путь проходила, лечилась от бесплодия, вдруг в конце концов поставила точку, прекратила этим заниматься и забеременела. Действительно, это довольно часто случается. Ну, и второе еще случается часто, вдруг женщина усновила, удочерила, да, и раз, и у нее случилась спонтанная беременность. Именно сейчас об этом я говорю. То есть вы с этим тоже сталкивались? Конечно, конечно, и этот фактор существует. И это действительно, с одной стороны, согласитесь, легко устранимая причина, а это зависит от уровня подготовки врача. Поэтому репродуктолог должен знать о психогенном факторе бесплодия у женщин и у мужчин в том числе. Поэтому мужчины вообще воспринимают свои причины крайне болезненно. Они, в отличие от женщин, находятся в таком растерянном состоянии, в какой-то степени агрессивном потом, ищут врача, который скажет, что нет, это не мужской фактор. Зачастую бывает и так. К сожалению, такое ложное представление. Но основные причины, наверное, перечислять можно долго, нам программы не хватит. Но, тем не менее, основные причины женские, я лишь сосредоточусь на трех, это трубный фактор, когда вдруг маточные трубы непроходимы по разным причинам. И по инфекциям, и по перенесенным инфекциям в детстве у девочек абсолютно маленьких могут быть поражения маточных труб уже в трехлетнем возрасте. Когда мама не обращает внимания, и у девочки вдруг проблемы мочи половой системы. Пила нефриты, угломировала нефриты. И, конечно, никто не думает о том, что в дальнейшем это продолжение рода всей семьи. И неправильные подходы к коррекции, к лечению и к профилактике всех последующих обострений. Все, что касается причин несозревания инцеклетки, они становятся видны уже более к тому возрасту, когда созревает женская репродуктивная система. Это возраст 18 лет. К 18-летнему возрасту у любой девушки должен быть сформированный цикл менструальный, и он должен быть овуляторный. Планирует она беременность? Не планирует. Знать она об этом на сегодняшний день самостоятельно может. Сейчас много тестов в той же аптечной сети. Тест на овуляцию. Очень всем просто сделать. Но, маленькие но, мы никогда не можем сказать о самом главном, о качестве половой клетки. Если говорить о женских факторах, кардинальный фактор второй – это созревание яйцеклетки. И овуляторные циклы у девушки к 18 годам должны сформироваться. Это не только регулярный сам по себе цикл ежемесячный, но он должен быть с овуляцией. То есть, одна яйцеклетка должна быть самой активной и выходить и искать то, что природой предназначено, даже если девушка в этот период не планирует беременность. Что на сегодняшний день можно сказать о самой яйцеклетке? Что мы узнали? 30 лет такому методу в России, как вспомогательные репродуктивные технологии ЭКО, которые все знают. О яйцеклетке узнали о том, что это такая достаточно большая клетка. Из уроков биологии все об этом знают. И она просто нафарширована теми электростанциями, которые называются митохондрии. В мире сейчас говорят очень многое о митохондриальных заболеваниях, различных абсолютно, касающихся соединительной ткани, иммунологических каких-то проблем. Но о самой яйцеклетке стали говорить, когда эмбриологи стали ее видеть. И парадоксы в том, что в таком цикле, который естественный, мы никогда не можем предсказать, насколько она качественная. Готова ли она к оплодотворению? Какие факторы на это влияют? Их очень много. Но одни из них — это фактор, который закладывается с детства. Если представить девочку, которая еще внутриутробно вынашивает мама ее, у нее при рождении около миллиона яйцеклеток в двух яичниках. К периоду подростковому, это период индивидуален, он может начинаться в 11-12 лет, в 13-14, но к 15 годам должен формироваться менструальный цикл. Он должно произойти, то, когда мы говорим, девочка превращается в девушку. И к этому времени в ее яичниках находятся уже 300 тысяч всего яйцеклеток. И когда мы говорим о том репродуктивном возрасте, самым активном, это тот возраст, который с 18 до 25 лет, это то, когда нужно рожать первенца. Меня часто спрашивают пациенты, ну вот вы как считаете, все-таки первенца в каком возрасте лучше рожать? Я всегда говорю до 25 лет. Дальше вы будете планировать вторую, третью беременность. Это ваше уже право. Интервалы какие делать, и почему нужно их делать в той или меньшей степени, уже решает в зависимости от различных факторов, и от условий семьи, и от, собственно говоря, соматического здоровья мамы и папы. Но первенец должен быть в этот период. Почему? Потому что это самый активный репродуктивный период, когда качество яйцеклетки самое полноценное. То есть митохондрии не повреждены. Если, конечно, нет таких тяжелых соматических заболеваний с детства. Поэтому тоже частые вопросы. Но для чего нужно вести девочку к детскому гинекологу, потом к подростковому гинекологу? У нее же нет никаких причин. У нее регулярный цикл. Зачастую мама, конечно, сейчас информацию получает очень много. Ее можно взять отовсюду. Но только врач может понять, какие факторы могут повлиять на репродуктивное здоровье. И, по сути говоря, то, что в России уже несколько раз и лет пытается принять законодательно так называемый репродуктивный паспорт подростка, вообще, это то, как раз таки, что государство может сделать, чтобы понять и снизить вот эту проблему и эту цифру 17%, которая, я думаю, что в какой-то период времени она не будет не только снижаться, она будет расти, если мы не будем обращать на период детства и период подростковый. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Татьяна Александровна, хочется дать слово вам. Мы говорили о факторах влияния на бесплодие женское, но есть и факторы влияния на мужское бесплодие, безусловно. Каковы они? Я так понимаю, что проблема тоже в детстве существует. Я хочу поддержать Александру Григорьевну, которая сказала, что здоровьем девочки нужно заниматься с самого детства. И также нужно заниматься и здоровьем мальчика. Хотя здесь есть отличия. То есть, если девочка рождается с определенным количеством яйцеклеток, то у мальчика выработка сперматозоида, у мальчика, потом у мужчины, она продолжается всю жизнь, до самой смерти. И в связи с этим есть специальные клетки в яичках, они называются клетки сиртоли, и в них постоянно зарождаются сперматозоиды. И то есть, выработку этих сперматозоидов в силу определенных причин, обстоятельств, заболеваний можно как усилить, так и ослабить. Поэтому вот с детства нужно смотреть за мальчиком, чтобы у них не было тех причин, которые с возрастом у него ослабят выработку сперматозоидов. То есть, это надо следить и за его гормональным фоном, и за его заболеванием, и за его весом, и за его питанием. Потому что все эти факторы впоследствии, когда он задумается о продолжении рода, могут оказать влияние на его функцию мужскую, детородную. Поэтому вот почему-то мамочки об этом не думают. У нас очень много мальчиков с ожирением. У нас мальчикам ставят диабет второго типа, который раньше считался только заболеванием, связанным с возрастом. Так и говорят, это возрастной диабет. На самом деле нет, уже не возрастной. И недаром, по тем же данным ВОЗ, от 30 до 50% мужского бесплодия, это именно генетическое. Но это генетика не выработки сперматозоидов, не половая генетика. Она обычно очень рано такой диагноз устанавливается еще в детстве. А это генетика. Сахарного диабета второго типа. Это генетика ожирения. Сейчас все это можно посмотреть. По сути, это образ жизни. Да, это образ жизни. Это генетика питания, это генетика дефицитов, витаминов и микроэлементов, которые тоже окажут влияние на мужскую функцию детородную. 25% это заболевания и травмы, которые тоже часто мальчики не замечают, потому что оно проходит самостоятельно, очень часто не обращаются к врачам. И 10% это инфекции. Ну, на инфекции приходится всего 10%, но я хочу сказать особо. То есть все инфекции у мальчиков в основном связаны с ранним началом половой жизни и с большим количеством партнеров. То есть не секрет, что у нас мальчики сейчас в возрасте от 15 до 17 лет активно ведут половую жизнь, имеют много половых партнеров. Особенности воспалительных заболеваний мужских в том, что они часто не имеют никакой клинической картины. И мужчина не знает, что он болен. А проблема купится. Да, мало того, что это оказывает влияние на его функцию детородную, он еще инфицирует женщину, свою жену, будущую мать своих детей. Поэтому вот эти моменты надо обязательно до мальчиков доносить, а самое главное до их родителей, чтобы они следили за своими мальчиками, чтобы они их правильно кормили, чтобы мальчики занимались спортом и вели правильный образ жизни. И, конечно, просвещать в плане контрацептивов, безусловно. Потому что это все, как мы выяснили. Все инфекции, они из подросткового возраста, в основном, у мужчины. Да, тем не менее, конечно, увы, сегодня, как мы говорили в начале программы, достаточно большой процент тех, кто сталкивается с бесплодием. Но, мне кажется, один из основных посылов нашего сегодняшнего выпуска, нашей программы, это то, что бесплодие – это не приговор. И слава богу, что сегодня есть такие методы, которые помогают людям, которые услышали этот диагноз, вновь поверить в чудо и завести ребенка. Давайте, наверное, поговорим как раз об этих методах. Один из них – это ЭКО. Расскажите о нем. Я знаю, что вокруг него также существует много мифов. Так давайте их развеем сейчас. Наверное, нужно сказать, что правильно говорить о вспомогательных репродуктивных технологиях. Поскольку за 40 лет метода, а в этом году весь мир как раз-таки и отмечал этот юбилей, 40 лет назад в мире родилась первая девочка Луиза Браун в 1978 году, 32 года нашим первым детям в России. Конечно, здесь много вокруг этого метода рожденных мифов. Сначала все решили, что этот метод должен приблизиться к стопроцентному. Решению проблем. Ну, хотя бы 98. Сейчас мы понимаем, что только самые эффективные по вспомогательным репродуктивным технологиям лаборатории, оснащенные, имеющие великолепный эмбриологический этап, понимающие эмбриологи, знающие эмбриологи, могут решать самые неразрешимые проблемы. И если ранее метод был создан Эдвардсом, он был создан гораздо раньше, нежели родилась первая девочка в мире, поскольку было очень много пониманий, нужен ли этот метод, и только потом он пришел для человечества. Это, по сути говоря, все те проблемы, которые мы стали понимать о том же качестве половых клеток. И, конечно, эмбриология — это такой вот золотой фонд в любой лаборатории ЭКО. Эмбриолог на вес золота, потому что он работает с клетками. Эмбриолог может сказать, отобрав репродуктолог более 20 яйцеклеток, и вдруг он понимает, что одна-две только способны к оплодотворению. Это, конечно, всегда разочарование, шок самого специалиста, непосредственно эмбриолога. Ну и, конечно же, пары, которые вдруг говорят, что, вы знаете, вот из такого количества яйцеклеток, к сожалению, у вас большая часть неполноценных. Либо та же ситуация о сперматозоидах, поскольку мы сейчас говорим не просто ЭКО, поскольку метод экстракорпорального оплодотворения был создан по женскому фактору трубному, когда трубы непроходимы. И очень долгое время именно только эту причину использовали для разрешения проблем бесплодия. Затем уже стали понимать, что масса других причин, на которые нужно затратить очень много времени, созревание яйцеклетки, качество яйцеклетки, качество сперматозоида. И метод стал называться вспомогательной, репродуктивной технологией. Их очень много на сегодняшний день. И предлагается парам уже практически, которые отчаялись. Еще нет очень таких серьезных и значимых доказательных исследований. То есть существует действительно очень много мифов. Один из мифов, который у меня всегда спрашивают пациенты, что вот мальчики, которые зачаты в пробирке, так сказать, будут ли они страдать бесплодием, если там мужской фактор. На самом деле нет доказательных никаких факторов. Поэтому я вот хотела прямо специально подчеркнуть этот метод, что именно это, что не надо бояться этого метода. Но так, как говорят сейчас современные андрологи, наши корифеи, что мужчину к вспомогательным репродуктивным технологиям надо готовить еще тщательней, чем к естественной беременности. И потому что, по сути, качество сперматозоидов только-только научились определять. Научились определить качество генетического отцовского материала. Этот анализ называется фрагментация ДНК сперматозоидов. К сожалению, он пока еще не доступен у нас в городе. Я думаю, в скором времени эта проблема решится. И при наличии сперматозоидов в хорошем количестве, с достаточно хорошей подвижностью, они не способны оплодотворять. И мало того, что они не способны оплодотворять, этот эмбрион не будет дальше развиваться. И очень обидно мужчинам, когда у них хорошая спермограмма, а репродуктологи им говорят, вы знаете, ваши сперматозоиды не подходят, и предлагают донорскую сперму. Это, конечно, для мужчины очень большой стресс и шок. И я хочу, чтобы они знали, что такие предложения могут быть, особенно в позднем отцовском возрасте. Эти предложения могут быть у мужчин, у которых даже есть собственные дети, и у которых перерыв между детьми большой, достаточно длительный. И эти предложения могут поступать даже мужчинам в паре, у которых один постоянный партнер и есть общие дети. Перед тем, как планировать беременность, лучше вместе парой подсисти к специалистам. Например, в клинику Примавера действительно пройти обследование. У меня есть такой очень важный вопрос. К сожалению, у нас буквально немного времени. Тема, конечно, очень масштабная, можно много говорить, но тем не менее хочется также озвучить один момент. Так куда сегодня можно прийти, например, ЭКО? Многие ездят в Корею. Действительно ли лучше стоит поехать туда? Может быть, вы советуете какие-то корейские клиники? Может быть, у вас его можно сделать? Расскажите, пожалуйста, об этом. Ранее, допустим, пациенты ранее 30 лет крайне редко обращались. Сейчас это достаточно часто. Если говорить о методе, о котором мы начали, конечно, к нему надо готовиться обязательно. Не только женщине, но и мужчине, как мы теперь понимаем. И зачастую на этапе подготовки наступает беременность. Потому что мы видим те факторы, которые влияют в том числе и на качество клеток. Мы их устраняем, которые можно устранить. Поэтому, когда в 2010 году было расширение показаний к ЭКО, с одной стороны, это было замечательно. Не только трубный фактор, не только овуляторный, а масса других совершенно таких незначимых причин. В 2014 году наступило счастье для многих пар у нас в России. Метод ЭКО стал возможен по квотам. И это действительно тоже захлестнуло всех тем, что все, теперь есть еще возможность бесплатного прохождения. И, к сожалению, пары перестали так как правильно готовиться. Потому что репродуктологи в лабораториях ЭКО примерно уровень одинаков. Вообще-то уже в мире метод достаточно давно. И, конечно, мы сотрудничаем с очень многими клиниками. Москвы, Санкт-Петербурга, Самара, Владивосток, Корея. Почему Корея? Потому что они достаточно близко. Это, ну скажем так, заявка пары. У нас есть официальный партнер клиника СЭХВА в Корее. Это Пуссан. Почему Пуссан? Потому что, ну вот, познакомились с профессором Ли. Просто поразились в том смысле, что на одном дыхании он такой же фанат. В репродуктологии, как и мы, потому что он идет к цели. И настолько бережно относятся к нашим парам, что то количество беременностей, которые у нас по сотрудничеству с СЭХВА уже более пяти лет наступили, конечно, мы очень рады. И продолжаем в том числе и с ними дальше сотрудничать. Если методы другие до ЭКО уже испробованы, мы подготовим пару так, как нужно, для того, чтобы не просто наступило зачатие, а маме, чтобы еще и выносить. Потому что беременность после ЭКО, какова она? Конечно, она особенная, эта беременность. Только врач, который знает репродуктивную медицину, может понять, что самый сложный период – первый триместр. Может понимать, как дозировать те препараты, которые назначили репродуктолог. Когда их отменять? Какие нужно дополнять? И, конечно, на женщину обрушивается вот такое, ну скажем, напряжение, потому что она понимает, что, ну да, счастье наступило, беременность. И зачастую обращается к тем, кто совершенно в начале своего пути вдруг прикоснулся к беременностям после ЭКО. Они действительно особенные. Их нужно знать, как сопровождать всю беременность, всю абсолютную беременность. И, конечно, они все беременности эти разрешаются оперативно. Конечно, масса беременностей ЭКО на сегодняшний день. У нас великолепные акушеры в городе Владивостоке, они разрешают великолепный перинатальный центр. Они разрешают естественным родоразрешением. То есть женщина самостоятельно рожает. Мы очень надеемся, что в нашем городе уже более, ну, три лаборатории в городе Владивостоке. И мы хотим пожелать всем вообще репродуктологам успехом. Знаем какой это труд, поскольку репродуктолог практически круглосуточно на связи с такой женщиной, которая вступила в протокол ЭКО. Мы готовы у себя в Центре эндокринного здоровья репродукции Примавера готовить пары. Занимаемся лечением бесплодия вне ЭКО, когда нет такого приговора. Допустим, для женщины это фактор трубный и ничего другого. Для мужчин это отсутствие подвижности полное сперматозоидов или отсутствие вообще сперматозоидов. Бывают и такие ситуации, единичные, но бывают. Поэтому мы готовы подготовить ЭКО. Этого нужно обязательно. И если говорить о беременности, ну вот, наверное, первым моим пациентам на сегодняшний день уже 27 лет. Эмбриолог отбирает лучшие яйцеклетки, лучших сперматозоидов. И уже вот эта вот миссия, которая должна для них свершиться, она свершается лабораторно. И затем уже перенос делается женщиной. Поэтому всем нашим дорогим парам, которые сейчас сидят и смотрят, может быть, смотрят бабушки и дедушки, которые мечтают стать бабушками и дедушками, они мечтают о продолжении рода. Мы всем этого желаем. Сохранять репродуктивное здоровье, ну, по традиции скажу, с молоду, да, и, конечно же, всем репродуктивного завтра. В каждой семье продолжение рода. Наверное, это самое главное предназначение человека на этой земле. А я хочу, в свою очередь, вас поблагодарить, поблагодарить за ваш труд и других специалистов Примавера. Также хочется отдельно поблагодарить, потому что вы действительно дарите жизнь, не только надежду, но и настоящую жизнь. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить» в студии работы Ланы Бережная. Увидимся на восьмом.